Далее новости спорта Далее новости спорта Сделав свое черное дело, отобрав один сет, калининградки дальше даже не сопротивлялись Две оставшиеся уже никому не нужные партии волейболистки ЖГТУ выиграли легко и технично Прорезался блок у Ворошиловой и Барановой Мощными пайпами заиграли Беловодская, Емелина и Урсегова Концовка встречи прошла весело и результативно Сегодня мы очень хорошо поработали на блоке Перед самой ответственной игрой мы разобрали команду, что они играют, как и почему И в принципе все сложилось удачно В итоге 3-1 победа Ежевчанок И пусть лицензию на финал студенческого Кубка России мы не завоевали Наш тренер проверил в деле всех кандидатов на участие в регулярном чемпионате Он стартует уже в декабре Вот Кубок как раз показатель готовности Посмотрели, над чем еще надо работать Как работать И посмотрели в соревновательный период команду На что она способна Что же касается итогов прошедшего турнира То у ЖГТУ второе место, третье у смоленских волейболисток А победительницами стали спортсменки Пермского политехнического университета Не подфартило и хоккеистам Гладовского прогресса В Саранске они дважды вели по ходу встречи с местной Мордовией Но хозяева в концовке отыгрались и даже забросили еще две шайбы Победив 4-2 А в ответном поединке наша команда уступила в серии буллитов 2-3 Теперь 24 и 25 ноября прогресс сыграет в Самаре против ЦСКА ВВС Провели домашний турнир ижевские дартсмены Они всегда следуют принципу Лучшая тренировка это соревнования Тем более, что впереди у них Кубок Урала в Екатеринбурге В итоге победу в командных состязаниях и путевку Туда завоевали Виталий Кононов и Игорь Кутявин У женщин супруга Виталия Марина и Ирина Вичужанина Ну а борцы-вольники Удмуртии только открыли сезон В Ижевске прошел городской чемпионат Который собрал практически всех сильнейших спортсменов республики Боролись атлеты за путевки на всероссийские и международные старты Все подробности сейчас увидим в репортаже наших корреспондентов Лидер республиканской сборной Сергей Кислицын перед стартом был спокоен и невозмутим Говорит, на местных турнирах уже давно перестал волноваться Достойного спарринг-партнера, мастеру спорта международного класса в Удмуртии нет Но все равно тем, кто все же выходит биться с ним на ковер, он благодарен Во-первых, надо сказать ему большое спасибо, что они выходят Что они еще тренируются, что они выходят бороться против меня Не бояться, были случаи, что соперники снимались Когда знают со мной, что борются Кислицын выступал с травмой, бороться не давала рука Поэтому в схватках он особо не упирался, берег руку Но даже несмотря на это Сергей легко стал чемпионом Межевска Подготовка, это первый турнир у нас Соревнование, показать себя Последить, что получается нового Что не забудет о старое Впереди у нас в стране будет Нижнекамске Турнир, очень хороший, серьезный турнир Международный Поедем туда бороться Как подготовка А вот молодежь готовится к зональным стартам Готовится спаррингу и на ковре с мастерами спорта Такое ноу-хау Нижевские наставники на соревнованиях используют уже давно Но польза ощутима Такие схватки, опыта придают Более, ну, со своими сверстниками лучше борешься потом Ну и как оценишь соперника сегодняшнего? Ну, он такой сильный, опытный Ну, все чувствует так Тебе тяжело было? Ну, так, нормально, да Поедет в Нижнекамск и тяжеловес Александр Лихачев Он свой финальный поединок уверенно выиграл А вот ведущие рукопашники Удмуртии уже выступили В национальном чемпионате и весьма успешно Из Нижнего Новгорода они привезли медали Золото завоевала Анастасия Артамасова Серебро Алина Гатаулина А бронзу Кирилл Столбов Все они в начале декабря И поедут на национальный старт в Ростовскую область И последнее В Ижевске сортировал чемпионат города В котором принимают участие и мужские, и женские команды Наставники возрождают былые традиции Когда в Удмуртии был популярен и очень силен мужской бенбол Пока лидирует сборная ветеранов А у женщин впереди коллектив Дома творчества юных Финалы намечены на 23 ноября Это все новости вторника Я с вами прощаюсь До встречи в эфире Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok